На Красной площади колонна героев Советского Союза. Нет среди героев и двух одинаковых судеб, но есть одно, общее. Каждый из них совершил подвиг. Они всегда были впереди, там, где труднее, там, где нужно было первым подняться в атаку. Если бы можно было собрать всех героев Советского Союза на этот праздник, то их здесь оказалось бы более 11 тысяч шестисот. Перед мавзолеем полные кавалеры солдатских орденов славы. За всю войну ими стали около двух с половиной тысяч воинов. Отвага солдата. Даже самый совершенный замысел военачальника остался бы только замыслом. Не будь на поле боя солдат, стойкость и отвага которых подстать смелой мысли полководца. Солдат, способных пройти сквозь пули. На Красной площади участники парада победы 1945 года. Конечно, годы берут свое, но посмотрите, идут они с достоинством. Не забыли строевого шага ветераны. Идут те, кто отстоял Москву, Ленинград, Сталинград, кто освободил нашу землю, города Европы, кто штурмовал Берлин. Идет колонна ветеранов войска польского. Ее возглавляет участник парада победы 1945 года генерал дивизии Зигмунд Кущер. Своё боевое крещение воины 1-й польской дивизии имени Костюшко получили в октябре 43-го под Ленина, Белоруссии. На площади колонна ветеранов Чехословацкой народной армии. Ее ведет генерал-лейтенант Ярослав Дочков. Чехословацкий отдельный батальон под командованием подполковника Людвига Свободы, сформированный на территории СССР, свой боевой путь начал у Соколова в марте 1943 года. Идут советские партизаны и подпольщики. Впереди знамя партизанского соединения, которым командовал дважды герой Советского Союза Алексей Фёдорович Фёдоров. От мала до велика поднялись на борьбу с фашистскими оккупантами советские люди. На всей временно захваченной врагом территории шла священная народная война. Идут труженики тыла времён Великой Отечественной. Над колонной развивается знамя трудовой славы. Идут люди, которые самоотверженным трудом выиграли битву за металл, хлеб, топливо и сырьё за создание оружия победы.